Здравствуйте, в эфире информационная программа телекомпании «Город 7 минут». Сегодня у нас в гостях люди, уже известные нашим зрителям. Это Денис Никитин, координатор регионального отделения ЛДПР. Здравствуйте. И вот у вас, Юрий Васильевич, я сразу скажу. Едем впервые. Юрий Захаров, координатор местного отделения ЛДПР Рязани. Как раньше бы сказали, во времена, в прошлом веке, наверное, секретарь обкома и секретарь горкома. Здравствуйте. Да, весь такой руководящий цвет рязанского ЛДПР. Давайте начнем тогда уже и по, чтобы соблюдать субординацию Денис с вас. Мы с вами обещали зрителям встретиться в конце года и подвести определенные итоги этого года. В основном отказалось обещание, которое региональное отделение ЛДПР давало рязанцам, нашим зрителям в том числе. Итак, что вы можете сказать по итогам года? Ну, по итогам года можно сказать, что, в принципе, год у нас прошел довольно-таки плодотворно. Конечно, было много различных изменений, в том числе и в оргструктуре партии. Соответственно, вот мы можем видеть координатора местного отделения городского округа, город Рязань. Мы у нас ввели новую штатную единицу. Раньше было у нас 4 района, 4 местных отделения в городе Рязани, сейчас одно. И, соответственно, мы пришли и вернулись опять к первичным отделениям партии. Оптимизировались? Да. Ну, на мой взгляд, может быть, это довольно-таки неплохо, потому что лишняя единица, дополнительный человек – это всегда возможность увеличить работу по тем или иным направлениям. Поэтому это хорошо, председатель нашей партии, соответственно, ввел такую оргструктуру, ну, изменение в эту оргструктуру. Так, в целом, на мой взгляд, год был неплохой, потому что все те задачи, какие мы перед собой ставили, мы, в принципе, их реализовали. В том числе и консультации граждан идут без сбоев, соответственно. Бесплатные, я бычу. Да, безусловно, бесплатные юридические консультации. Уже ряду граждан мы смогли помочь с помощью запросов депутатов Государственной Думы, соответственно, у нас, я уже говорил об этом в прошлый раз, и Шерин Александр Николаевич работает в областной думе. Что касается тех проектов, специальных проектов, которые были нацелены на помощь граждан, это бесплатная грозоперевозка один раз в неделю, тоже у нас люди этим пользуются. Востребовано. Хотя, вот, на мой взгляд, я ожидал большего количества звонков по этому поводу, но, тем не менее, соответственно, ряду граждан мы уже в этом плане помогли. А тут, вот, в Касимов мы ездили, отвозили мебель, ну, как, и довольно-таки... Не близко, надо сказать. Не близко, да, у нас немножечко водитель жаловался, но что делать, соответственно, есть такой проект, его нужно реализовывать. Продолжает работу общерегиональный народный контроль, ЛДПР, соответственно, вот в рамках этого проекта мы стараемся решать вопросы жилищно-коммунального хозяйства в том числе. Денис, давайте уж представьте нашим зрителям вашего, так сказать, городского представителя Юрий Захаров, координатор местного отделения ЛДПР Рязани. Итак, Юрий Васильевич, извините, будем говорить о вас в третьем лице какое-то время, короткое, да. Как Юрий Васильевич появился? Ну, Юрий Васильевич уже довольно-таки давно в партии ЛДПР, он зарекомендовал себя как один из лучших координаторов местных отделений вообще в целом по области и по городу Рязани в частности. И, наверное, довольно-таки закономерный был выбор координатора городского отделения, потому что, конечно, у Юрия Васильевича всегда в плане проведения каких-то мероприятий, касающихся местного отделения, всегда все было на высоте, человек ответственный, зарекомендовавший себя с положительной стороны, в принципе, во многих вопросах, поэтому, на мой взгляд, опытный в том числе. И мы стараемся в этом плане поддерживать баланс между, соответственно, опять же, молодым задором и более опытными, умудренными жизнью людьми, поэтому, на мой взгляд, это очень положительно. Здраво, здраво, можно сказать. Все, ну, я думаю, Юрий Васильевич, вы не обидели, что мы какое-то время про вас говорили, да, такие слова плохие не прозвучали. Итак, естественно, к вам вопрос традиционный. С чего вы сейчас вот будете начинать свою работу, хотя ее уже пора какие-то итоги подводить, да, как мы делаем в конце года, но, тем не менее, вот вы все-таки недавно на элитную орбиту такую вышли, Рязанскую партию. Ну, я хочу сказать, что до назначения координатора города Рязани я возглавлял местное отделение Московского района города Рязани. И реорганизация, которую сказал Денис, была создана для того, чтобы пройти, успешно провести, вернее, выборы в Городскую думу, где мы смогли аккумулировать силы, и мы заняли в Городскую думу третье место из 21 партии, что я считаю очень неплохо. Ну, в тройку войти, конечно, это всегда очень неплохо. У нас были кандидаты и молодежь от 18 лет до 60, то есть был охвачен весь спектр, возрастной спектр. И так же, как были и безработные, были служащие, ученые, то есть профессиональный был весь спектр. Вот это вот смогло единство, у нас работала единая команда, сплотиться. Безусловно, были какие-то недочеты. И вот над этими недочетами, может, мы вот сейчас постараемся их исправлять, работать над ними. Денис, теперь уж извините к вам. Вопрос такой. Вокруг ЛДПР и выборов ходили такие, но если не слухи, то какие-то разговоры немного туманные о том, что что-то там вы кому-то то ли денег не доплатили наблюдателям, то ли вообще про них забыли. Но это всегда так бывает. Но, сами понимаете, если вы говорите, что мы с народом в открытую, как говорится, играем, то я не могу этот вопрос не задать. Что у вас там было, расскажите. Ну, я объясню. Дело в том, что, к сожалению, после выборов те наблюдатели, которые у нас стояли на участках и приносили протоколы... Наблюдатели на участках. Да, вот о них как раз речь пойдет. Приносили протоколы, после их проверки оказалось, что порядка 90% протоколов недействительные. Соответственно, проблема такая, она, в принципе, от выборов к выборам повторяется. Но на данных выборах, конечно, было очень плохо в качестве оформления именно копии протоколов. Итогов участковых избирательных комиссий. Соответственно, оплата наблюдателя должна была проходить через Москву. Мы в этом плане с московским руководством долго общались. И пришли к пониманию того, что неважно, какой протокол человек принес, так как он на выборах работал, он был представителем партии на тех или иных участковых избирательных комиссиях на участках. Ему нужно за работу обязательно заплатить. Другой вопрос, что, представляете, у нас, в принципе, в этом году проходили выборы по всей территории России, Российской Федерации. И поэтому огромное количество, соответственно, наблюдателей от региональных отделений присутствовало на выборах. На данный момент выплаты уже начались. Бухгалтерия центрального аппарата ЛДПР в Москве посылает от 60 до 100 квитков в день ежедневно. Но из-за того, что огромное количество непосредственно участков было занято наблюдателями, конечно, этот процесс немножко затянулся. Сейчас могу сказать о том, что абсолютно все люди, которые были наблюдателями у нас в Рязанской области, получат те средства, которые мы декларировали непосредственно, когда звали их на работу. Единственный этот процесс, ну, надеемся, что до конца декабря завершится. Но если вдруг он не завершится до конца декабря, то в самое ближайшее время все финансовые средства будут выплачены. Бывают накладки. Бывают накладки в плане того, что, ну, не всегда, наверное, почта у нас, честно говоря, работает так, как должна работать. Потому что эти средства должны быть перечислены в виде почтового перевода каждому из наблюдателей. Но в таком случае я призываю всех наблюдателей, кто не получит до 20 января те денежные средства, которые были обещаны, приходите к нам в штаб. Мы будем по каждому случаю вопрос выяснять и непосредственно тогда выплачивать сами. Поэтому могу пообещать всем, самое главное, не волноваться. Все те средства, которые мы должны выплатить, мы выплатим. Я напоминаю, что вы смотрели информационную программу телекомпании «Город. 7 минут». Всего доброго. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok